лайк подписка бубенцы пиши под этим видео столько комментариев сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале бла 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 всем огромнейший привет уважаемые друзья зрители и подписчики моего канала меня зовут евгений нули матриксис и кому так удобнее и на зло всем кознем ютуба вот он новый канал вот оно звучит то самое приветствие которое не задушишь не убьешь и здесь один момент сейчас ребятушки вам кое-что расскажу чтобы так сказать не шокировать вас очень сильно до андертейл да да андертейл видишь видишь андертейл андертейл написано андертейле но сейчас я вот вот я сейчас здесь возьму такой и пропаду такие дела до проходить андертейл буду не я потому что мы его проходили на нашем старом канале как сказать старым я бы не хотел чтобы он был старыми хотел чтобы был постоянным на нашем прошлом канале мы проходили андертейл и не единожды вот но поскольку сейчас я очень сильно занят тем что оформляю заново канал подключаю все сервисы все заново рисую все эти шапки и прочую ерунду потому что у меня ж канал удалили целиком и полностью то есть у меня не осталось вообще никаких заготовок не заточек ничего то есть канал поднимается абсолютно с нуля в общем мои замечательные девчонки доченьки они решили помочь мне в этом нелегком деле и пройти андертейл за меня а заодно и попробовать себя в этом нелегком жанре в жанре летсплея я надеюсь что вам понравится к сожалению по правилам ютуба я обязан указать что это видео предназначено для детей потому что в нем участвуют дети 13 плюс лет пэги рейтинг игры андертейл 12 плюс подчеркиваю то есть мы вписываемся в рейтинг здесь никаких не может быть пререканий я к сожалению обязан включить комментарии иначе могут быть в дальнейшем проблемы как показала практика проблемы с ютубом решаются в одностороннем порядке мне как-то не хочется через пять лет делать заново еще один канал поэтому если вы хотите каким-то образом поддержать девчонок что-то откомментировать обязательно ставьте лайкосик свои комментарии можете оставлять в комментариях к каналу я обязательно покажу либо комментировать эти видео в группе вконтакте ссылочку я оставлю в описании обязательно там ваши комментарии девчонки прочитают им будет безумно приятно поэтому сейчас я исчезаю и здесь начнется совсем другая история небольших детских игр а мы с вами увидимся каких-нибудь прикольных хоррорах привет дорогие друзья мы пришли захватывать этот канал причина этому у нашего отца сломался прошлый канал поэтому мы помогаем и пишем вам андертейл прохождение нейтрал пацифист и если получится геноцид если не получится будет кое-что другое это слово мы не будем говорить то что не хотим проблем от ютуба игрушка довольно древнее древнее динозауру допустим но нас это не остановит мы попробуем найти какие-нибудь пасхалки возможно которых вы даже не знали спустя столько лет ну что начнем же мы же не представились евгения елизавета ну что елизавета начнем наш человек падает как мои оценки в школе в самый низ так ходу океаном мы попадаем под землю это хорошо наверное андертейл начать игру как мы нас назовем давай джейджи джорик 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 джерри будем джерри хорошо какая прекрасная клавиатура мне нравится где мы не будем тупить наверное назовите упавшего человека джерри хорошо меня всегда напрягало то что мы желтый мы жираф приветик я флауи цветочек по имени флауи впервые в подземелье не так ли черт возьми ты наверняка в растерянности кто-то должен объяснить тебе как здесь все устроено полагаю старому доброму мне придется сделать это ну что ж приступим и сердце решимость видишь это сердечко это твоя душа благодаря ей ты живешь начиная с очень слабой душой но ты можешь усилить ее повышать свой ур что такое ур это уровень радости конечно же ты хочешь повысить свой уровень радости да не переживай я поделюсь своей а вот она радость совсем близко маленькие белые дружелюбные пульки приготовься двигайся слове как можно больше оба ай больно в ноги ты идиот в этом мире каждый сам за себя убивай или будешь убит и разве кто-то сможет упустить такую возможность как это умри чё ты такой стрёмный радость совсем близко что за ужасное существо мучить бедное невинное дитя ох не нужно бояться малыш я тогель хранительница руин я прошу через это место каждый день чтобы проверить не упал ли кто-нибудь какое чудо что именно сегодня мы упали то есть у нее не бывает никаких перерывов интересного она в одно и то же время приходится типа если если кто-то упал вечером допустим она приходила утром что он будет тут сидеть или умрет от рук ну рук листьев плавые радость пули дружелюбные пулики как-то нелогично то есть она по сути все равно подвергает подвергает наш с опасности ладно кузырь ты первый человек попавший за столь долгое время идем я проведу тебя через катакомбы какая-то миленькая сюда а я не хочу сюда я хочу домой какая музыка рай для ушей тянется руин нависать над вами наполняю вас кишим решимостью мозаи полностью восстановлены добро пожаловать в твой новый дом дитя позволь мне обучить тебя как обращаться с руинами давай руины полный головоломок что идет к логопеду я древних связей ложных вариантов и верных решений необходимо находить их чтобы проходить из одной комнаты в другую пожалуйста привыкни подмечать их так значит ой ту 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 весело лишь бесстрашные смогут пройти храбрецы глупцы и те и те не не пойдут посередине что чтобы пройти дальше нужно пустить несколько переключателей не волнуйся я отметил для тебя те которые необходимо опустить нажмите зэ чтобы прочесть надпись ого как неожиданно не сходите с пути истинного путь истинный пожалуйста опусти этот переключатель торель ручеёк пожалуйста опусти и этот переключатель тоже торель ручок превосходно я горжусь тобой дитя давай пройдем следующую комнату то есть она как наша мамочка а что этот ручок делает а этот переключатель даже не работает жалко дитя знай на человека живущего в подземелье могут нападать монстры вау неожиданно и необходимо быть готовым к подобной ситуации ой мы можем теперь еще и чаевничать ну я она не может и необходимо быть готовым к подобной ситуации однако волноваться не стоит процесс прост однако волноваться не стоит процесс прост когда ты столкнешься с монстром ты вступишь в битву и пока ты находишься в битве постарайся завязать дружескую беседу тяни время я приду чтобы уладить конфликт попроете кущера разговоры с манекеном так как у нас нейтральный мы можем его много чего можем с ним сделать конечно битва ну давай битву мы просто не будем начинать массовый 12 и все вы победили вы получили 0 опыта и 0 монет вы бомжи манекен не для сражений а не для общения Мы же не хотим никого поранить, верно? Пойдём же. Мы не хотим никого поранить. В этой комнате есть ещё одна головоломка. Интересно, сможешь ли ты справиться с ней? Дико, извиняюсь, у меня её язык заплетается. Вот, да. Это же Пролгит. Пролгит напал на вас. Убьём или пощадим? Давай и пощаду сделаем. Иди сюда, маленький Пролгит. Пролгит не понял, что вы сказали, но всё равно полещён. Вы посмотрите в её взгляд. Вы победили. Вы получили ноль опыта и ноль монет. Я бы тоже ушла, если бы на меня так посмотрели. Западная комната. Это схема восточной комнаты. Ну вот и головоломка, но... Давай, возьми меня за руку на минуску. Вопрос на засыпку. А как шипы убираются под две ногами? Ну типа, можно они не особо... Хотя... Хм... Если бы они были не особо колючими, то думаю, можно было бы легко пройти. Мэйджик. Кажется, головоломки ещё слишком опасны для тебя. Очень. Ой, сползаю немножко со стула. Прощу... Прощу прощения. Пока это всё хорошо получалось, дитя моё. Однако, у меня есть у тебя серьёзная просьба. Доберись до конца этой комнаты своими силами. Прости меня за это. Музыка зачётная. Музыка зачётная. Музыка зачётная. Хорошо, ладно. Привет, дитя. Не волнуйся, я не оставляла тебя. Я была за колонной всё это время. Спасибо, что доверяешь мне. Тем не менее, это упражнение было весьма важно. Для оценки твоей самостоятельности. Я должна отойти по делам. И тебе придется подождать меня здесь. Никуда не уходи. Бродить в одиночку опасно. У меня есть детей. Я дам тебе мобильный телефон. Если тебе что-нибудь понадобится, то просто позвони. Будь умницей, договорились. Мы, конечно, можем их подождать. Но похождение заценится. А нам этого не надо. Поэтому мы уходим. Звонок. Алло, это Ториэль. Ты же еще и в комнате, верно? Конечно. Впереди еще несколько головоломок. Которые я должна тебе объяснить. Было бы опасно пытаться решить их самостоятельно. Берегись себе, хорошо? Щелчок. Хорошо. Хорошо, мой повелитель. Под веселый шарх листвой вы наполняетесь решимостью. Очень веселый. Вот здесь полностью установлены. Да и так. Ой. Не делай так. Убьем? Нет. Нам нужны деньги. Убьем. Вы победили. Вы получили два опыта и две монеты. Он сразу слинял. Какая-то. Ну, перед его глазами убили Вимсона. Под веселый шарх листвой вы наполняетесь решимостью. Глаза полностью восстановлены. Нам нужны конфеты. Написано возьмите. Только возьмите одну. Взять конфету. Да. Вы взяли конфету. Нажмите С, чтобы открыть меню. 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 Опа. Возьмите одну. Взять конфету. Вы взяли еще одну конфету. Какая наглость. Возьмите одну. Взять конфету. Вы взяли еще одну конфету. Вы чувствуете себя последней сволочью. Возьмите одну. Взять конфету. Вы взяли слишком много и слишком быстро. Конфеты рассыпались. Ну и не надо. Ну и пожалуйста. Посмотрите, что вы натворили. Мне кажется, это какой-то картон. Да посмотри. Посмотрите, оно же не прорисовано никак. Это просто палочка. Кубик. Убитка. Прямоугольник, во. Вспомнила. Убитка. Еще раз сохраняемся на всякий пожарный. Не делает так. Все. Рокет прыгнул к вам. Ква-ква. Ой. Рокет не понимает, почему он здесь. Такова жизнь. Это жизнь у меня. Вы победили. Вы получили три опыта и две монеты. Звонок. Алло. Это Туарель. Просто хотела спросить, что тебе больше по душе? Корица или ириски? Тебе что больше по душе? Ириски. Хорошо. Ох, понятно. Большое тебе спасибо. Щелчок. Звонок. Алло. Это Туарель. Ты же ненавидишь корицу, да? Я знаю твои предпочтения, но... Будешь ли ты воротить нос, если обнаружено на своей тарелке? Хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо за терпение. Щелчок. Три из четырех серых камней советуют тебе толкнуть их. Вимсон смиренно приблизился. Приблизился. У-у-у. Пока. Вы из Франции? Вы победили. Вы получили... Вы получили... Вы получили два опыта и две монеты. Пора к логопеду. Весьма не мне одной. Вот почему мы не можем взять палку и просто тыкать ей в эти штуки? Она же есть? Вроде как, да. Статистика. Вот оружие, палка. У нас есть палка. Почему мы не можем ей тыкать? Потыкать, типа, порвётся, не порвётся. А как это вообще нас удерживает? Больно в ноге. Типа, какие-то сетки нас не выдерживают, какие-то выдерживают. Ну, типа, там какие-то из тонкой... Сетки? Сетки? Я не знаю. Фракет и Вимсон приблизились. Извини. Квак-квак. Фракет скачет туда-сюда. Извини. Мне нравится его атака. Вимсон избегает загитильного контакта. Вы победили? Вы получили пять опыта и четыре монеты. Ваш ур повысился. Нам нужны деньги. Мы это делаем ради денег. Честно. Получается вот так. Вот так. А, стоп, что там написано? Ну что, не читали табличку... Это же он Мишек? Сейчас прочитаем. Пожалуйста, не ходите по листьям. Ой. Мне нужны деньги пока. Прости, Вимсон. Вы победили? Вы получили два опыта и две монеты. Ух, как позитивно. Что-то такое кислое. Ну, скоро посмеюсь, скорее всего. Эй, приятель. Что ты делаешь, что можешь толкать меня? Ха? Так ты бросишь меня подвинуться. Хорошо, только для тебя тыковка. Тыковка. Ха. Ты хочешь, чтобы я подвинулся дальше? Ладненько. Как насчет этого? Ты офигел? Хм. Не в ту сторону? Вообще не в ту. Ладно, ладно, я понял. Уехал куда-то не туда. А как камень двигается? Слишком много вопросов. Из Чернобыля, понятно. Минеджел встал на пути. Ну, мы же Фриск. Даже если мы Джерри. Вы трясете бедрами. Минеджел трясет в ответ. Какое осмысленное общение. Бормотание. Ой, ё-моё. О, пощадим. Ну, давай. Минеджел тихо бормочет. Если, короче, сделать еще вот так, то нам, по идее, дадут больше денег. Ну, в смысле? Мы распогасеем. Вы тихо лежите с Минеджел. Кажется, теперь вы понимаете мир лучше. Скорее такие звуки. О, не сделай так. Не начал задумчиво ждет. Вы победили. Вы получали один опыт и одну монету. Вау. В смысле, это один опыт. Одну монету. Глухомань. Сказал один опыт. Так мне там остаться надо было. Ты заставляешь меня реально попотеть. Понимаю, что однажды мышь может покинуть свою нору и взять сыр. Вы наполняетесь решимостью. Этот кусок сыра лежит здесь уже давно. Он прилип к столу. Ой, не то. Ты мышь пытающий. Моя карта высказала привет. Человек уже ушел. Присок продолжает повторять. Делая вид, что спит. Подвинуть его силой. А вот и на пстаблок. Не, сначала надо сделать вот так. Вы настойчиво улыбнулись на пстаблоку. Хе. Хе. Как позитивно. Позитивно. На пстаблок выглядит чуть лучше. Вы наставили на пстаблоку шутку? Хе-хе. Я не настроен еще для этого. Извините. Подпадривание, кажется, снова улучшил настроение на пстаблоку. Я буду тебе обузой. Подпадривание, кажется... Ну, понятно. Так, подпадривание, кажется... Снова улучшил настроение на пстаблоку. На пстаблоку хочет кое-что показать вам. Дай попробую. Я называю это «Опрят на блок». Тебе нравится? 10 из 10. Я думаю, тут можно оставлять 20-бальную шкалу. 34 из 20. 40. На пстаблоку с нетерпением ожидает вашего ответа. Ну, а сейчас мы будем фриск. О, нет. Обычно я прихожу в районы, потому что здесь никого нет. Но сегодня я встретил кое-кого славного. Ох, я опять говорю не в попад. Я уйду с твоего пути. Получаем с продажа выпечки. Все деньги, вырученные с продажи, пойдут настоящим паукам. Не туда. Оставь все монеты в паутине. Да? Несколько пауков сползли и дали вам пончик. Они все на месте. Три фракета. Вы же не пропустили ее? Получая распродажа выпечки вниз и направо. Заходите и отведайте. Еду приготовленными пауками для пауков из пауков. ПОЗИТИВ. КВА-КВА. Эх. Мои друзья никогда не слушают меня. Всякий раз, когда я говорю, они пропускают мои слова, нажимая ИКС. Верно, нажимая ИКС. Ну, хоть ты меня слушаешь. Какой-то ты слишком грустный. КВА-КВА. Я слышал, что Ф4 может сделать тебе полный экран. Но что значит Ф4? Четыре фрагета. Я всегда видел максимум три фрагетов в этой комнате. Это, мягко говоря, тревожит. КВА. Мяу. КВА-КВА. Я слышал, ты довольно милосерден для человека. Очень я самодобро. Конечно же, ты уже знаешь, что монстров с желтыми именами ты можешь пощадить. Что ты об этом думаешь? Серьезно? Это реально глупо. Тогда я скажу всем моим друзьям. Сказать их друзьям друзей. Не использовать желтые имена. Как насчет этого? Точно убрать желтые имена? Можно прощать без розы. То есть вообще без желтого и так далее. Ладно. Я всем скажу, чтобы не использовали желтые имена. КВА-КВА. Ты снова здесь человек? Ну, как у тебя идут дела без желтых имен? Это довольно неудобно, что ты так вот передумал. Так как я сказал, всем не использовать желтые имена. Они их повыкидывали. Что ж, в прошлом году были в моде разовые имена. Думаю, всех они здесь, где-нибудь на дальней полке. А я попрошу всех поискать. Я попрошу всех поискать. Но это в последний раз. И давай еще. Или больше нельзя? КВА-КВА. Надеюсь, ты доволен. Жаль. Ой. Микапс подполз. Ближе. Реально розовые. Пока. Да, блин. Мама-то... Я не успела прочитать. Там было что-то... Что-то великое. Начал тихо бармочить. Двигай ручками, детка. Ча-ча-ча. Ммм. Ча-ча-ча. Мигапсу на все плевать. Так же, как и нам. Как же я люблю побыть наедине. Мигапсу на все плевать. Хорошо. Двигай ручками, детка. Ну, проблем будут. Наверное, музыка класс. Мигапс не желает сдаваться. Ок. Вы победили! Вы получили восемь опыта и семь монет. Я знаю то, что где-то здесь должен быть фрогет. Наверное, вроде как. О! В трещине в стене видна лягушка размером с муравья. Она машет вам. Маленький фрогет! Фрогет. Лукс приближается. Лук. Ах ты, мелкий грабиан! Я такой. Хе-хе-хе-хе. Лукс видит вас насквозь. Страшно, очень страшно. Не тыкай этим в меня. Чем этим? Палкой. Мы же типа, ух, с палкой ходим. И с бинтами. Мама, бинтики дала. Наконец, хоть кто-то понял это. Его так и стали слабы. А, все понятно. Трукс видит вас насквозь. Что за бельмо? Лукс срезится. Пум. Вы убедили. Вы получили 10 опыта и 10 монет. Ваш эр повысился. На целый уровень. Вау. Звонок. Алло. Я только что поняла, что уже давно не упиралась. Я не ждала компанию так скоро. Наверняка тут и там валяются разные вещи. Можешь взять их, но не бери больше, чем необходимо. Однажды ты можешь убедить что-то, что тебе сильно понравится. Тогда ты захочешь, чтобы у тебя в карманах было для этого места. Шелчок. Учит нас тут урокам жизни. Здесь, здесь лишь один переключатель. Какой лицо в тайну будет? Нам- 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 нам ленточка нужна будет. У-а-а. Вы нашли выжившую ленту? лицо которое смысл жизни вот этот звук был дальняя дверь не выход она лишь указывает на поворот перспективе господи язык не выворачивается если вы сейчас читаете это нажмите синий переключатель так зеленый красный голубой перерешатель нажать вы слышали щелчок пора лукса пришила подразнить вас вышел совсем офигенный вы наконец кто-то понял хорошо не дразни меня лукс неважно какой видит вас насквозь что за бельмо наконец-то хоть кто-то понял это будем их щадить я их двое не грохну с третьим левелом и 9 хп лукс видит вас насквозь вы победили вы получили 0 опыта и 10 монет прищурили глаз прищурили глазки если что считаете это нажмите красный переключатель переключатель нажать вы услышали щелчок ну чтобы стаканулка давайте сбежим от них не пялься на меня так что за бельмо наконец хоть кто понял это хоба хоба вы победили вы получили 0 опыта и 10 монет если вы сейчас считаете это нажмите зеленый переключатель внизу синий переключатель нажать для вы услышали щелчок а что у нас так много лукс приближается да иди что иди ты нафиг прошу не дразни меня а я буду могу себе позволить о собаковой надеюсь вам не сильно надеюсь вам не сильно там мешает не тыкай этим в меня ну проблем в глазик тык и выпал глазик слези вы победили вы получили 7 опыта и 5 монет вау позитив а сколько мы богаты неплохо неплохо для первого раза нормально так сколько надо будет закрепляться уже кинжал 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 вы нашли игрушечный нож а это игрушечный нож почему а в смысле игрушечный он типа как те самые пластиковые ножи из кухонок или он типа мягкий мягкий знаешь есть такие ножки которые как в китае или в других там как на алис экспрессе типа тык и он складывается пластик дорогая корея батюшки батюшки это заняло больше времени чем я думала что что ты здесь делаешь дитя тебя ранили кто это сделал перед тобой извиняться что новая фраза если что мы здесь уже один раз проходили андертейл господи этой фразы не было что-то новенькое или нет мы с тобой два раза проходили да вроде а возможно она сейчас многовато хп ну и поменьше не стоило оставлять тебя надолго было безответственно пытаться тебе сделать сюрприз таким образом мне нужно было меня вообще оставлять что же полагаю я больше не смогу скрывать это пойдем дитя ой всякий раз когда это старое дерево растет листья они тут же опадают я думаю это хорошее место чтобы закончить любого не таким аккуратным и милым домом бруина придает вам решимости ну что ж я думаю на сегодня хватит да ну да мы продолжим вот обязательно это прям гарантированно эм ну что ж всем пока и